Он пришел на заседание Гордумы с надеждой остаться в этом кресле на следующие пять лет. То, что Валерий Сараев, основной кандидат на пост главы Саратова, было понятно с самого начала. Именно от него, а не от его соперника и одновременно подчиненного, депутаты ждали конкретной программы развития города. К нами и подготовлен проект этой стратегии. Он проходил дважды общественное слушание, был на городской общественной палате. Мы приглашали экспертов из Москвы, мы им работали, он сегодня на свободной площадке, на электронной площадке размещен. Что необходимо с этим законом, нам еще нужно разработать. Если вы мне доверите управление, работать или выберите меня, я предлагаю, что эту работу мы должны продолжить, предложу. И подготовить, соответственно, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития. Три часа вопросов и обсуждений и депутаты тайным голосованием выбрали главу города. 29 за, трое против. Руководить Саратовым в ближайшие пять лет будет Валерий Сараев. Это большой аванс не только от депутатского корпуса, это большой аванс, конечно, и от жителей города Саратова. За год работы Валерия Николаевича Сараева на посту главы администрации, он продемонстрировал свое желание работать. Он продемонстрировал возможность генерирования всевозможных идей, о которых он сообщал и депутатскому корпусу, и горожане очень широко осведомлены о тех проектах. На идеи Валерий Николаевич никогда не скупился. Возглавив городскую администрацию год назад, он обещал построить в Маханном овраге горнолыжную трассу, на Соколовой горе проложить детскую железную дорогу, на Стрелке построить современную развязку, а на полях Института сельского хозяйства Юго-Востока разбить большой парк. 11 месяцев у руля, а проекты так и остались проектами. Пешеходная зона, отремонтированные дороги и дворы, поселок Иволгина для переселенцев из аварийного жилья. Те достижения, о которых глава города сегодня рассказывал депутатам. Все это действительно появилось в Саратове за последний год. Вот только Валерий Сараев к этому не имеет никакого отношения. Это или инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина, или федеральная программа. Анна Главчинская, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Анна Главчинская, Олег Буланов.